Здравствуйте! Я и мои соведущие рады приветствовать вас в нашем арт-клубе. Мои помощники на сегодня. София. Привет. И Арслан. Привет. Привет. Итак, что мы делаем сегодня? Сегодня мы будем рисовать с вами подснежники. Вы знаете, что это за цветочки? Да. Это первые весенние цветы. Арслан, ты знал? Да. Давайте мы сейчас расскажем нашим телезрителям, что сегодня нам пригодится для работы. Это лист бумаги. Так, помогай, Арслан. Что это? Кисточка. Кисточка еще. Водичка. Водичка. Палитра. Краски. Палитра. Сегодня у нас два вида красок. Это акварель и гуашь. Какие цвета нам понадобятся? Давайте. Желтый. Корешевый. Белый. Синий. И зеленый. Темно-зеленый. Хорошо. Если вы обратите внимание, сегодня у нас нет карандаша. Я покажу, как просто и легко начать сразу же работать кисточкой. Итак, давайте мы приступим сразу к тому, что возьмем краски. Акварель. Здесь нам понадобится только один цвет. Полностью весь листочек мы должны будем с вами зарисовать голубым, либо фиолетовым, либо синим цветом. Для того, чтобы мы начали работать акварелью, нам нужно хорошенько намочить кисточку. Давайте намочим кисточку. Хорошо. Смотри. Должны добиться, чтобы вот прям много водички было в кисточке. Теперь берем цвет. Сейчас я покажу. Не фиолетовый. Вот. Еще больше водички добавь туда. И теперь мы должны в одну сторону аккуратненько вот так зарисовать весь листочек. Хорошо? Полностью весь листочек. Поехали. Угу. Если вам нужна будет помощь, вы мне скажите. Смотри, я тебе сейчас помогу чуть-чуть. Давай. Ручку. Кисточку мы держим вот так. И работаем. Хорошо? Второй ручкой мы придерживаем листочек. Угу. Да. Вот так. Хорошо. А вы мне расскажите, какое время года сейчас у нас? Весна. Весна. Уже практически середина весны. Почему же мы взяли первые весенние цветы, подснежники? Потому что подснежники растут очень долго, на протяжении практически всей весны. Поэтому это, можно сказать, такие долгие весенние цветочки. Вы мне расскажите, какие весенние цветы вы еще знаете? Угу. Адванчик. Еще. Какие знаешь цветочки, Арслан? Ромашка. Роза. Угу. Роза. Это, наверное, не совсем весенний цветочек. Роза. 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 грядки земли вот ослана с уже закончил да так сейчас я помогу пока софия у нас завершает свою работу сейчас мы покажем телезрителям что должно получиться изначально правда же так давай вот вот такой простой голубой листочек или синий или фиолетовый должен получиться у вас мы сейчас подождем когда он подсохнет ну а пока сохнут рисунки наших ребят и предлагаю размять немножко ручки давно мы не делали такую гимнастику для рук правда же давайте приготовим ручки свои сделаем вот такой замочек хорошенько их сожмем так сильно 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 и раскроем еще давайте сильно 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 и раскроем давайте еще замочек раскрываем теперь мы берем крутим пальчики и приговариваем этот пальчик в лес пошел это пальчик гриб нашел этот пальчик гриб нашел этот пальчик чистить стал этот пальчик жарить стал ну а это то все съел потому и потолстел ну а это то все съел потому и потолстел вот так теперь на этой ручке мы можем просто сжать в кулачок и хорошенько вот так вот раскрыть еще сжимаем раскрываем теперь джон вот такой вот веер и обратно вот очень простая гимнастика для рук пальчиковая гимнастика которая помогает разработать ручки чтобы они проснулись и очень хорошо для мелкой моторики рук все высохло вот отлично теперь берем коричневый цвет сейчас я могу нашим ребятам выложить этот цвет палитру так и сюда тоже сейчас я просто обозначу ту зону где нужно будет зарисовать мы берем и посередине нашего листочка мы должны сделать просто вот такой вот овальчик пусть он будет неровный это не страшно так будет даже намного лучше то есть я еще запоминаю мы без карандаша все это дело теперь нужно полностью этот кружочек зарисовать держи овал точнее софер то же самое я тебе нарисует и закрасишь и это будет у нас такой участочек земли так фон вокруг у нас больше даже похож на кусочек заснеженной земли правда все теперь можно хорошенько молодец какой-то шустрый так теперь мы должны сейчас хорошенько вынуть эту кисточку берем теперь пока софия у нас рисует мы берем теперь темно-синий цвет это темно-синий цвет выкладываем снова но в палитру и теперь вокруг вот этого коричневого овальчика мы должны вот так обвести понятно давай попробуй софия есть тебе нужна моя помощь ты скажешь хорошо молодец отлично так теперь софия давай кисточку то же самое сейчас мы быстренько сделаем то есть мы сейчас оттеняем такой кусочек земли молодец сейчас я тебе чуть помогу вокруг хорошо без пробелов вот здесь вот просто вот правильно исправила свои ошибки молодец и вот здесь тоже хорошо ты любишь рисовать тесла да а чем ты любишь рисовать карандашами и красками а еще чем можно рисовать как ты думаешь форматами альбом карандашами и красками и все а ты знал что можно пальцами рисовать а потому что они будут грязные но их же можно будет помыть а еще знаешь чем рисует софия давай расскажи чем мы еще рисуем ватными палочками ватными палочками а еще знаешь чем можно рисовать кисточками ну да а еще можно использовать как инструмент для для какой-то художественного проекта сделали молодцы теперь мы хорошенько должны вымыть кисточку вот так вот сейчас мы чуть-чуть подождем когда подсохнет именно коричневое это пятнышко наше а я пока выложу зеленый цвет так сейчас мы уже приступим еще можно изставать мелками мелками восковыми правда же мелками а еще есть такая техника как свечкой мы рисовали так а что мы делали рассказывая сейчас марслану расскажем мы брали просто делали набросок правда же мы делали да мы брали набросок нарисовали карандашом потом разукрасили да потом мы обвели свечка еще да да то есть софия хочет сказать если вы возьмете карандаш на вы сделаете небольшой набросок этот набросок вы обведете а затем уже начнете работать акварелью то именно та часть где вы обвели свечкой она не закраситься и будет очень интересная работа так теперь смотрите сейчас я добавлю чуть чуть больше водички я вам открою секрет если вы хотите чтобы ваш зеленый цвет был немного темнее вы можете туда добавить какой может быть черный но лучше всего добавить синий цвет такой как у нас вот мы сейчас делаем два оттенка и вот получается у нас вот такой один темный час ушла на мы возьмем чуть-чуть один темно-зеленый один светло-зеленый то же самое сейчас у тебя сделаем так может быть он нам и не пригодится но мы все-таки попробуем давай там помыли кисточку тут помыли кисточку пока мы болтали уже лужица подсохла теперь смотрите что мы делаем сейчас мы должны в произвольном порядке сделать много-много таких палочек только с крючком я сейчас покажу как это будет выглядеть если да если вам вдруг понадобится помощь вы мне скажете да еще я чуть не забыла мы должны еще взять желтенького немножко цвета желтый цвет он придает такой объем придаст точнее объем нашим стебель очкам хорошо как это работает смотрите это не так это никто хорошо итак выберем желтый цвет немного зеленого и теперь смотри мы делаем вот так вот так вот такие крючки понятно давай попробуй сейчас здесь держи попробуем с тобой я тебе покажу а дальше сам смотри отсюда и ведем вот сюда как будто если вот так мы перевернем это будет как будто ручка зонтика вот здесь еще зонтик правда же ты будет похожа да отлично вперед давай хорошо вот это уже у нас тут стебелечки придерживаем бумагу много их да да вот сюда можно сделать их давай возьмем еще зеленый вот отлично а вы знали ребята что подснежники они вообще занесены в красную книгу то есть их нельзя срывать на них можно только любоваться ну давай я тебе тоже чуть-чуть помогла добавлю желтенького цвета смотри вот так вот а теперь смотри я дам тебе сейчас чуть-чуть желтого цвета еще минутку смотри ты теперь вот здесь делаешь вот такие листочки хорошо держи давай софия теперь будем делать листочки посветлее возьмем цвет вот смотри просто берем и делаем вот так хорошо держи вот молодец только мы должны побольше краски брать чтобы было видно мы заполняем сейчас нашу такую грядочку зеленью чтобы пустые места тоже у нас просто так не простаивали сейчас я тебе дам дам тебе светленький давай тебе помогут можно же тебе помочь чуть-чуть вот так а так ты молодец очень хорошо справился вот отлично держи так хорошо теперь смотри сейчас мы возьмем вот так вот здесь тоже мы должны добавить то есть мы добавляем достаточно много зелени на наши грядочки вот они будут подснежники на них вот подснежники но для того чтобы мы сделали эти подснежники мы должны будем с вами поменять водичку потому что мы начинаем работать с белым цветом поэтому раз два три водичка поменяйся давайте поменяем нашу воду итак водичка наша стала чистой теперь мы будем работать белой краской давайте мы лучше для начала покажем что у нас получается и как раз сразу же я объясню вот вот такие вот крючочки получаются наших ребят теперь что мы делаем на вот эти все эти вот все крючочки мы будем сейчас ставить такие следы от кисточки это и будут наши подснежники так давай вот теперь смотри что получается уберем белый цвет кисточку и вот сюда прикладываем вот так вот так вот получается у нас еще вот сюда я сделаю и потом софи уже будет сама ну-ка давай сейчас покажу вот так вот получается что наши подснежники уже начинают как будто раскрываться да и вот так продолжай хорошо самое главное чуть чуть меньше водички нужно брать потому что уже у нас здесь идет куаш которая не любит водичку смотряшься вот так берем и ставим печать хорошо на все вот эти крючочки которые ты уже сделал молодец только они у нас смотрят вниз обязательно потому что колокольчики и наши подснежники смотрят вниз да они наклоненные сюда вот здесь еще у нас есть такой крючочек маленький и вот еще крючок и вот еще крючочек отлично молодец так теперь смотрите для чего нам нужна темная зеленая краска именно по основания вот этих колокольчиков мы делаем такие черточки вот сюда вот сюда такой черенок как будто понятно вот здесь вот у основания вот здесь понял давай попробуй возьми темно-зеленый если не получится скажешь софи ты поняла возьми сначала хорошенько должны выбрать кисть только софи да вот этот давай ты же поняла да вот такие черточки мы делаем вот молодец отлично смотри только вот сюда вот сюда сюда и с белым смешать то ничего страшного нет ничего страшного будет у вас такой красивый цветочек ну все арслан закончил почти сейчас и софи тоже подождем уже только у нас здесь софи должно было вот сюда сделать так 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 то есть мы работаем практически в технике такой печать и у нас остается немножко беленького мы делаем ваше любимое занятие какое и напоминаю смотри я тебе сейчас покажу вас смотри мы берем краску белую у нас есть пальчик и мы делаем вот так стучим по пальчику вот таким вот образом потихонечку подальше от тети ксюши молодец смотри по пальчику уберем и так и стучим хорошо пальчик вот так молодец ну что ж мы закончили давайте мы покажем какая красота получилась у нас без карандаша без наброска мы сделали вот такой вот замечательный рисунок а какие же подснежники получились у вас нам бы тоже хотелось увидеть присылайте свои работы на наш аккаунт в инстаграме который вы видите сейчас на своих экранах пишите сколько вам лет и как вас зовут ну а мы с вами прощаемся правда ребята до скорых встреч и что мы говорим пока пока пока